Более двух с половиной тысяч православных христиан из разных городов России приняли участие в 11-м Елисаветинском крестном ходе. Благое мероприятие ежегодно проводится фондом Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество совместно с приходом храма спаса нерукотворного образа в селе Усово. При поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов в память об августейших владельцах имения императоре Александре II, императрице Марии Александровне, великом князе Сергея Александровича и святой преподобно-мученице великой княгине Елисавете Федоровне. Уникальный маршрут крестного хода объединяет два старинных села. Единственная императорская усадьба в Подмосковье – Ильинское Усово. В традиции паломничества началось у стен старинного храма Ильи Пророка в селе Ильинское. Около шести километров крестоходцы торжественно шли мимо исторических зданий, переправлялись по понтонному мосту и на плотах через Москву-реку. Под колокольный звон участники прибыли к спасскому храму села Усово и отслужили молебен по святым преподобным ученицам великой княгине Елисавете Федоровне и крестовой сестре Варваре. Крестный ход благословил епископ Одинцовский и Красногорский Фома. В священном писании есть удивительные слова. Праведники вовек живут, не умирают. И дальше слова. Память их из рода в род. Поэтому вот их, казалось бы, нет, а мы о них помним. В этом году шествие приурочено сразу к нескольким важным датам. 30-летию прославления как новомучеников великой княгини Елисаветы Федоровны и крестовой сестры Варвары, 150-летию со дня рождения святой императрицы Александры Федоровны, а также 600-летию обретения мощей преподобного Сергея Радонежского. Святой преподобный Сергей Радонежский. И для нас, конечно, огромное событие, что мощи преподобного прошли по границам нашей страны. Они прошли в глубине нашей страны, что мощная молитва и защита преподобного, обращение к нему молитвенное всех россиян прозвучало. И эта молитва объединилась. Господь обязательно должен нас услышать. У нас должен быть мир. Пройти по историческим местам и почтить память святых пришли целыми семьями. Многие жители Москвы и Подмосковья ежегодно принимают участие в Елисаветинском крестном ходе. А для кого-то это паломничество стало первым. Сегодня мы впервые с детьми посетили это мероприятие. И, честно, я под впечатлением, потому что казалось, что будет очень большое расстояние, но мы на одном дыхании его прошли. Мы далеко не первый раз на крестном ходу. Я считаю, что с годами приходит какое-то понимание того, что в жизни есть две очень важные вещи. Это ориентиры и традиция. Так вот, такого нравственного ориентира, каким была Елизавета Федорова, наверное, поискать надо. После молебна на площади Спасского храма в селе Усово стартовала благотворительная акция «Белый цветок», на которую любой неравнодушный мог пожертвовать деньги и получить взамен белый цветок, изготовленный юными прихожанами храма. Все собранные сегодня средства направят на лечение тяжелобольных детей Одинцовского и Красногорского округов. Также для верующих в этот день на территории храма была представлена выставка Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества «Почувствуй себя матерью страны». Работала ярмарка с монастырскими продуктами, а также была организована полевая кухня. Завершился праздничный день выступлением московского сеноидального хора. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ